В четвертой колонии строгого режима состоялся день открытых дверей. Учреждение, обычно скрытое от посторонних взглядов, распахнуло свои двери для родственников и друзей заключенных. Всего в исправительном учреждении отбывают наказание более 1300 человек. В основном это неоднократно судимые рецидивисты. Встречи с близкими удостоились не все арестанты, лишь те, кто действительно заслужил это. В принципе, это никаких усилий, хорошее поведение, надо доказать, что ты достойна этого, вот и все, не нарушать режим условий отбытия наказания. Самое элементарное, что от тебя требуется, то есть если ты встал на путь исправления, мне кажется, это нетрудно всего этого достичь. То есть никаких проблем не будет, чтобы твои родители, родные, близкие, любимые приехали на встречу с тобой. Для гостей провели небольшую экскурсию по колонии, показали отряд обычных условий содержания и для сравнения комнаты в отряде облегченных условий. Он рассчитан на 36 осужденных. Если не знать, что это колония строгого режима, можно запросто принять это место за санаторий. И это для отбывающих наказания дополнительный стимул. Осужденные туда попадают за полгода до наступления срока возможного ходатайства на УДО, либо до полгода до конца срока. Туда попадают только самые лучшие осужденные, так скажем, кто трудоустроен, выплачивает иски. Ну, то есть по всем статьям не нарушают. И, соответственно, это у них как ступень социального лифта. Они через полгода, так скажем, отбывая наказанием в этом отряде, подают ходатайство и практически стопроцентный результат уходит на УДО, либо на другие облегчения режима. Компания, либо 80-е статья. Следующий пункт экскурсии – тюремная столовая. Здесь осужденные в домашней обстановке за чаем могли поговорить с теми, кого давно не видели. Затем гостей повели в кабинет психологической разгрузки. Но самое яркое событие дня по всеобщему признанию – это посещение музея творчества осужденных. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Название придумали сотрудники колонии. Здесь как экспозиция предметов декора, сделанных руками арестантов, так и различные запрещенные вещи, изъятые у них. Фантазия заключенных порой не знает границ. Из кирпича и электрического шнура они могут соорудить электроплитку. А в ботинок при помощи подручных средств вмонтировать зарядку для телефона. А вот эту нехитрую конструкцию заключенные называют еж. Это его осужденные глотают, чтобы в больницу попасть. Вот так вот его сворачивают в мякиш, проглотывают, и в желудке он раскрывается. И получается вот это произойдение искусства. Это в желудке, а не уже. И потом только на операцию кирпича. По мнению самих арестантов, дни посещения в колониях просто необходимы. Они положительно влияют и на самих осужденных, и на родителей. Они могут посмотреть, в каких условиях содержатся осужденные, чтобы не было каких-то лишних вопросов. Вот, они задавали потом. То есть, мне, конечно, очень понравилось это мероприятие. То есть, спасибо, конечно, большое нашей администрации за это, за все. У меня ощущение, как будто дом побывал. Так, если честно, то есть, близкие родственники, теплая обстановка, атмосфера. Огромное спасибо, прежде всего, организаторам этого, я не знаю, мероприятия. То есть, большое удовольствие доставили, как нам, так и родственникам. То есть, это проведена огромная работа. Просто даже умение укладывать, что я рядом с этим постоянно находился, это не мог заметить. Ну вот, день посещения подходит к концу. Осужденные признаются, такие минуты наедине с родными стоят месяцев безупречного поведения.